Библиотека номер 18 Северного округа продолжает знакомить читателей с творчеством Елены Владимировны Казакевич, замечательного врача, профессора и автора книг про змея Горыныча, который прилетел из старых сказок и поселился в дружной семье Поляковых. Кто понимает язык всех зверей и немедленно займется переводом? Кто поможет маме испечь именинный торт и вылечит слона в зоопарке? Ну, конечно же, это наш замечательный Змей Горыныч Поляков. О нем и его друзьях эта книга. Змей Горыныч Поляков и его друзья. Наш Алеша очень добрый, у него полно друзей. И, конечно же, со всеми подружился быстро змей. Василиса, Саша, Маша, Вовка, Костя и Давид. Чем, скажите вас сегодня, Змей Горыныч удивит? Змей Горыныч улыбнулся. Удивлю! Ох, удивлю! Вы заметили, ребята, как я всех зверей люблю? Вы заметили, что звери тоже прямо льнут ко мне? Почему? А вот, смотрите. Объяснимо все вполне. Всех зверей я понимаю. Мне понятен их язык. Все, о чем они болтают, я переводить привык. Две собаки громко лают. Гав, гав, гав! Гав, гав! Гав! Шарик Бобику. Не прав ты, Бобик Шарику. Я прав. Вон по крыше кошки ходят. Ау, ау, мур, мур, мур. Эти кошки обсуждают, почему хозяин хмур. Может, нам его погладить, мур-мур, мяу, песню спеть. Если долго будет хмурым, будем на него шипеть. Лошадей, я понимаю, птиц и даже муравьёв. В общем, если интересно, я переводить готов. Василиса, Саша, Маша, Вовка, Костя и Давид повернулись дружно к Лёше. Да чего ж змей башковит. А давайте-ка пойдём в зоопарк все вместе. Там билет недорогой. Ну, рублей так двести. В зоопарк сначала змеи не хотели пропускать. Мы боимся, что Горыныч может всех тут напугать. Вот, опять меня боятся. Это вы, поверьте, зря. Я веду себя прилично, да и выгляжу отлично. Хоть немного необычно и, возможно, непривычно, но зато я понимаю всех зверей без словаря. В зоопарке сполошились, разболелся старый слон. Только что же с ним случилось, объяснить не может он. Ну, пойдёмте. Со слонами раньше я не говорил, но узнать я постараюсь, почему он захандрил. Слон грустил в своём вольере. Он три дня не ел, не пил. Подошёл к нему Горыныч, о болезни расспросил. Нам, конечно, непонятно, но Горыныч перевёл. Вам бы век не догадаться. Муравей его довёл. Он к слону забрался в хобот, и щекочет он слона. Ну, совсем его замучил. Слон уж третью ночь без сна. Змей Горыныч дунул в хобот и тихонечко сказал. Ты б, дружище муравишка, поскорее вылезал. Повторил на муравьином непонятном языке. Муравей послушно вылез и уселся на пеньке. Слон доволен, даже счастлив. Ну, спасибо тебе, змей. Очень вредная букашка, этот мелкий муравей. Попроси ещё, Горыныч, мне морковки два ведра. Меня кормит тётя Люся. Да чего она щедра? Носит тоннами бананы. Надоели мне они. Но попробуй про морковку тётю Люси объясни. Говорю, не понимает, не владеет языком. А ведь я с ней, змей Горыныч, Десять лет уже знаком. Нас теперь всегда пускают без билетов в зоопарк. Ждут Горыныча мартышки, слон, бизон и леопард. Тигры ждут и попугаи. Ждёт медведь не спит зимой, Потому что змей Горыныч в зоопарке всем родной. Завтра, Лёша, день рождения. Будут гости, будет торт. Будет торт великолепным. Да и гости первый сорт. Торт печёт, конечно, мама. Помогает маме змей. Ну-ка, быстренько, Горыныч, пять яиц для теста взбей. Две минуты яйца взбиты. И пышней той пены нет. Только змей дыхнул случайно. Получилось что? Омлет. Но ругать его не стали. Не за что его ругать. Он хороший. Он старался нашей маме помогать. Получился торт на славу. Семь свечей на нём горят. Да чего же торт ваш вкусный? Дружно гости говорят. Мы играли, танцевали, песни пели. А потом разрешил нам змей Горыныч поиграть своим хвостом. Мы сначала хвост ловили. Змея умеет удивлять. Он недавно научился, как собака, им вилять. Вот попробуй-ка, поймай-ка. Как бы нам его схватить? Чтоб такое нам придумать. Сразу не сообразить. Разом прыгнули, поймали. И давай на нём скакать. А потом мы попросили змея нас всех покатать. Пристегнулись, полетели, но не очень высоко. Семь детишек даже змею с этой ношей нелегко. Разошлись друзья под вечер. Змей Горыныч загрустил. А когда мой день рождения? У Алёши змей спросил. Призадумался, Алёша. А ты в паспорте смотрел? Там, наверное, записали день, когда ты прилетел. Паспорт быстренько достали, посмотрели. Дата есть. Вот он. Вот мой день рождения. Это радостная весть. Здесь написано всё чётко. Первое апреля. Значит, праздник скоро мой. Через две недели. Позовём опять гостей. Мама разрешает. Да и именинный торт нам не помешает. А подарки будут мне? Ну, а как иначе? Да, конечно, будут, змей. Я сейчас заплачу. Мне, Алёша, не нужны мячики и игрушки. Вот бы подарили мне мягкие подушки. Я о них уже давно. Триста лет мечтаю. Три подушки. Ровно три. Ясно, как считаю? Правильно, по головам. Каждой по подушке. Будет каждой голове верная подружка. А ещё прошу в подарок три зонта в горошек, чтоб прикрыть три головы. Мало двух ладошек. Мы купили три подушки, зонтики купили. И поздравить рано утром змея не забыли. Гости вовремя пришли. Мы весь день играли. Пили чай, ели торт. Громко хохотали. Змей Горыныч был в ударе. Даже фокус показал. Из большой цветочной вазы он нам двух зайчат достал. А потом достал смешного и колючего ежа, белку, кошку, попугая, поросёнка и ужа. Ничего себе зверюшки! Да чего ж все хороши! Скачут, прыгают, танцуют и смеются от души. Был доволен змей Горыныч. Я нисколько не устал. Настоящий день рождения. Он такой, как я мечтал. В воскресенье мы с друзьями собрались, чтобы помечтать. Кто хотел стать невидимкой, кто мечтал, как змей, летать. Константин мечтал о лете, а ещё об эскимо и о том, чтобы на уроках получалось всё само. Даже маленькая Саша, ей три годика всего, размечталась вместе с нами и хотела одного. Я хочу, чтобы наша мама не кормила кашей нас, а давала бы на завтрак только сладкий ананас. Василиса согласилась тут же с плачью сестрой. Хоть сначала показалось, ей мечта её чудной. А потом вдруг рассмеялась. Нет, про кашу я шучу. А серьёзно, если честно, я в Австралию хочу. Я о ней всегда мечтала. Восемь лет моей мечте начала мечтать у мамы, сидя в тёплом животе. Там, в Австралии, повсюду утконосы, кенгуру. Будет смехом кукабарра, австралийцев поутру. Кукабарра – это птица. Я о ней читала. И она ко мне во сне в гости прилетала. Рассказала кукабарра, что умеет хохотать. Просто так. Её не надо ни смешить, ни щекотать. Змей Горыныч удивлялся, головами всё качал. Даже в самых чудных сказках кукабары не встречал. Об Австралии, пожалуй, тоже я начну мечтать. Надо будет нам, ребята, как-нибудь туда слетать. Все ребята встрепенулись. Змеи, скорее, давай летим. Как же мы не понимали, что в Австралию хотим. Путь в Австралию не близкий. Надо карту изучить. Или даже целый глобус в магазине нам купить. Подготовиться, подумать, рассчитать по дням весь путь. А не так, что долетим, мол, быстрым ходом как-нибудь. А ещё у папы с мамой разрешение получить. Если просто так уедем, мы их можем огорчить. Закрутилось, завертелось, собираемся лететь. В жизни всё всегда возможно, если очень захотеть. Субтитры создавал DimaTorzok